Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос просто, то можно ответить да. Перестать пытаться сохранить семью. То есть ответ моего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича очень хороший в том смысле, что он демонстрирует вам всю суть того, что с вами происходит сейчас. Вот. И я думаю, что вот для первичного такого понимания ситуации вам этого на сто пятьдесят процентов достаточно. Вот. То есть ваш муж ведет себя таким образом. Только по той простой причине, что вы ему это позволяете. Вы позволяете своему мужу ревновать. Вы ведете, покупаете на его подозрение в измене. Вы пытаетесь доказать ему, что вы не изменяли. Но на самом деле это невозможно. Потому что ему нужно. Ему постоянно нужно вас обвинять в чем-то, чтобы иметь возможность вас контролировать. Понимаете? Со своей стороны, вы нуждаетесь в семье и в муже. Вы нуждаетесь в таких отношениях с мужем, который у вас есть. Потому что, ну, по сути вы пишите, что 16 лет вы с ним, да, и говорите, что он у меня ревнивый. То есть это вот показатель. Это показатель. Это показатель. Показатель того, что ваши отношения, они носят такой, не совсем равноправный, да, и не совсем независимый характер. То есть человек, условно говоря, не может у вас быть ревнивым. Он ревнивый просто, не у вас. И он ревнивый отчасти, потому что вы так себя поставили. А именно, вы стали ему доказывать, что это не так. Если вы начали ему доказывать, то человек автоматически, когда вы доказываете, человек автоматически считает вас виноват. Обратите внимание на то, что мужчина поднял по факту на вас руку, но вы продолжаете хотеть с ним сохранить семью. Вы продолжаете бояться, что он от вас уйдет. Вы продолжаете бояться его потерять. Несмотря на то, что он поднял на вас руку, что говорит о вашей заниженной самооценке. И соответственно, речь идет именно о том, чтобы скорректировать, с одной стороны, ваше представление о себе. Сделать так, чтобы вы были, условно говоря, более независимой в отношениях. Чтобы вы были более независимой в отношениях. С другой стороны, чтобы определились со своей системой ценностей. И определились, а то ли это все, что происходит с вами сейчас. То, что вы хотите. Что ли это. Устраивает ли это, удовлетворяет ли это вас. Нравится ли вам это. Понимаете? Вот и все. Потому что, опять же, как правильно сказал мой коллега. Вы можете сохранить отношения в текущем виде. Вы хотите, чтобы мужчина также продолжал, продолжал, по-видимому, вас обвинять. Вы продолжали ему доказывать. Но вопрос заключается в том, на самом деле, почему вам этого достаточно? То есть, почему вы считаете, что такие отношения люди на сцене, где человек вас оскорбляет, где человек поднимает на вас руку и так далее. Если у вас заниженная самооценка, то есть вы склонны испытывать чувство вины, то мужчина чувствует это, считывает это и ведет себя вот так. То есть, ведет себя по факту так, как вы вот и к себе относитесь сами. Понимаете? Какая штука. Вот так вам можно ответить с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. От этого очень страдают ваши дети. Потому что, ну, вы сами вот представьте себе, да, что вы пишете от имени детей. Кстати, зачем? Да, то есть, вот. Многое в вашем поведении по отношению к мужчине вызывает определенного рода вопросов. То есть, вот. Если, ну, например, да, вот почему вы от имени детей пишете? Если он вас занес в черный список, как вы говорите, как вы говорите, ни за что занес в черный список вас, то зачем в таком случае писать его от имени детей, чтобы что? Понимаете? То есть, вот это, опять же, в некотором смысле этого слова, выдает вас, ну, такую вот, чрезмерно заинтересованность в отношениях с мужчиной. Опять же, вы говорите, как сохранить семью? То есть, это то, что вас, в общем-то, волнует. Именно то, как сохранить семью. Не как гармонизировать отношения. Не почему мужчины вас ревнуют, да. Вот. Не что мотивирует его вас ревновать. А именно, как сохранить семью. Дальше. Ну, сейчас. Что мне делать? Да, как бы, чтобы что. Вот это, опять же, позиция жертвы. Вы думаете, что, вы думали, точнее, до этого вы думали, что у вас получится, у вас получится через, допустим, доказательство своей невидомности. Выстроить. 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 Отношения. Это не получилось, теперь вы не знаете, что вам, да, что дальше делать. Просто не знаю. И. Это вопрос, которым нужно работать. Менять. Менять. Ваши. Паттерны. Поведение. Если, конечно, вы этого хотите. Если, конечно, у вас есть желание это делать. Вот и все. Мужчина не перестанет ревноваться над собой, без изменения вашего поведения. У него мотивации такой нет и не будет. Если вас что-то не устраивает, вы можете начать работать с самооценкой. Со своей самооценкой. С вашими чувствами. Вот. С вашими эмоциями. С вашими страхами. Которые у вас, конечно же, есть. Просто потому что, да. Вот. С вашей позиции жертвы. Имеется в виду, ну, принятие личной ответственности. Вот. И так далее. И если вы не хотите это делать для себя, как сказал мой коллега, то вы можете сделать это для своих детей. Чтобы не передать им такого рода отношения, поведения. Ведь они смотрят, как папа обращается с мамой. Как мама себя ведет. И если это девочка, она учится вести себя так, как мама. Если это мальчик, то он учится вести себя так, как папа. Вот. Понимаете? Так что этот вопрос заключается, это вопрос именно того, вот, насколько вы, ну, готовы, насколько вы готовы менять то, что сейчас есть. Вот. Семья, семья это система. И изменив свою модель, свою модель поведения, поведения, да. Вот. Вы сможете изменить модель поведения мужа. В общем-то. В общем-то. Ну, это такой процесс, да, который, ну, который займет время. Это не фраза. Это не фраза. Понимаете? Это не, не то, что вот, проведет, ну, всю минуту. Слушай, к сожалению. Слушай, к сожалению. Слушай, к сожалению. Понимаете? Поэтому, мне кажется, что, мне кажется, что, так, мне кажется, что, такой момент можно вам озвучить. Вот. И, я надеюсь, только что вы решите для себя, как дальше действовать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Обратите, пожалуйста, своё внимание на то, к примеру, почему вам так важно сохранить семью, да. Почему вы этого хотите. Какая ваша в этом личная заинтересованность. Вы же говорите, да, что я хочу сохранить семью. Это означает, что вам важна именно семья. Не только сам мужчина, сколько семья. Вот. А это же история про ваши собственные желания и, возможно, страхи, а, возможно, и чувство незащищенности. Которые у вас имеют место быть. Вот. Вот. С этим и нужно работать. На мой взгляд. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Цените себя. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.